Если вам интересно посмотреть, как же в Австрии, австрийцы празднуют 1 мая, то оставайтесь вместе со мной дальше. Доброе утро, мои дорогие! Солнечный привет вам из Австрии! Сегодня 1 мая, я традиционно иду на водопад, на дикий водопад, и все, что я увижу по дороге, я вам покажу. Сейчас я остановилась, чтобы показать вам, какие маленькие жеребята у нас тут родились в Голинге. Смотрите, он все время ходит с мамой. Также он бегает по этому полю и играет с другим жеребенком. Еще у нас тут вдоль дороги загорают коровы. Река Зальцах сегодня спокойна, так что, возможно, не будет водопада, но посмотрим, посмотрим, может быть, мне повезет. Вот посмотрите, какое ветрище. Вот в Голинге всегда так, смотрите, на флаги. Красотунечка, тебя тут не сдует! Холодно! Ветрище! Да-да-да-да-да! Побежали-побежали прятаться. Спряталась. Обратите внимание, как в Австрии заботятся о кисках. Сегодня много австрийцев будет в национальных одеждах, потому что здесь будет сегодня целое веселье. И будут поднимать майское дерево. Дерево уже привезли, и в час дня его будут поднимать. Процедура эта очень интересная. У меня сохранились видеозаписи с прошлого года. Вот, посмотрите. В пользу случаем я бы хотела поздравить всех моих зрителей и подписчиков с 1 мая с Днем Трудящихся и с 9 мая с Днем Победы. Пожелать всем мира, добра и всего самого наилучшего. 1 мая по всей Австрии традиционно устанавливают майское дерево. Майское дерево – это как древо жизни. Это может быть высокая ель или береза. Устанавливается оно и в городах на площадях, и в деревнях возле крупных пенсионов и ресторанов. Процесс длится несколько часов. В моем городке, как вы видите, это полностью ручная тяжелая работа. После того, как дерево установлено, маленькие дети лезут вверх и срывают разноцветные ленточки и получают угощения и призы. Другие австрийцы в это время веселятся, танцуют, поют. Вы видите, что в этот день они одевают свои национальные наряды. Если вы думаете, что в Австрии только кошки гуляют сами по себе, то вы глубоко ошибаетесь. Тут гуляют и коровы в лесу. Да, обратите внимание, что это лес. Куда хочу, туда и иду. Надеюсь, они не на меня идут. Какой у нее колокольчик красивый. Народ вокруг них собрался и фотографирует. Ребята, хочу вам показать, как в Австрии борются с мусором. Чтобы мусора не было даже в лесу. Вот возле каждой такой точки отдыха, место отдыха, ставят урну. И людям нет необходимости мусорить вокруг лавочки или вдоль дороги. Вот Россия, перенимай. Вот смотрите, около этой лавочки не поставили мусорный бак. И сразу образовался мусор. Ребята, кто собирается приезжать в Австрию, одевайтесь потеплее. Потому что может быть жарко, вот как сейчас, да? Печет солнце, просто жарище. Но тем не менее холодный ветер. И чтобы защитить вашу голову, берите с собой что-то с капюшоном. Да? Капюшончик. Зачем капюшон? Сейчас я стою в открытом пространстве. Но если вы идете по лесу, не забывайте, что в Австрии зверствуют энцефалитные клещи. Защищайте свою голову. Эти клещи могут жить как на деревьях, они могут упасть на вас сверху. И также они живут в траве. Поэтому высокие носки, удобную обувь. И после того, как вы приходите домой, всегда войдите в душ и осмотрите внимательно свое тело. Чтобы, не дай бог, какой-нибудь изворотливый энцефалитный клещ не присосался к вам во время вашей прогулки в Австрии. Ребята, хотела вам пояснить насчет австрийских лесов. Все эти леса – это частные владения. То есть все эти деревья, эта земля принадлежит к какому-то конкретному физическому лицу. Ну, чаще всего физическому, чем юридическому. Вот смотрите, домик, да? Домик, туда зимой владелец этого леса кладет сено для обитателей этого леса. И немножечко правее мы уже видим охотничий домик. То есть слева кормят, справа подстреливают. Все это регламентируется законом. Сколько голов нужно подстрелить, сколько сена нужно давать. Все-все-все у них здесь учтено. Все-все-все по порядку. Ребята, вот видите эти палочки? Даже расстояние между этими палочками регламентировано законом. Для чего это нужно? Чтобы только животные определенного вида могли вытаскивать через эти перекладинки сено. Если это более какое-то крупное животное, то его не следует кормить. И, соответственно, мордочку он через эти перекладинки не просунет. Вот я, кстати, подходила к этому домику. И отсюда побежало несколько животных. Так что они приучены к этому месту. Они знают это место. Они сюда приходят. И зимой, и летом, наверное, в надежде на то, что здесь будет сено или какой-то другой корм, еще здесь владельцы этих земель ставят соляные кристаллы. И они приходят, олени лижут эти кристаллы, потому что им не хватает соли в организме. Вот такая вот она лесная жизнь. Вот за этими пластиковыми пластинами и лежит корм. И именно этот корм и ели животные, которых я случайно спугнула. Какой-то заброшенный дом. Интересно вам посмотреть, что там? Мне интересно. Я люблю такие загадочные места. Так, я вижу, что там пусто. Никого нет, слава богу. В общем-то, я бы никого не хотела здесь встретить, потому что я в лесу, я одна. Людей здесь нету. Они здесь не ходят. Только я одна такая. Ну-ка, посмотрим. Ну что ж, тут земля. Земля и камни. Интересно, для чего был нужен этот дом? Наверное, какое-то хранилище. Может быть, здесь сено зимой хранят? Да. Видно там какие-то плитки. А, это черепица, какие-то доски. Но я туда внутрь не пойду. Вдруг там пауки. Вот так, ребят, интересненько. Ребята, вы знаете, когда я прохожу через это место, каждый раз у меня такое ощущение, что я в воронке. Или в каком-то колодце. Сейчас попытаюсь вам передать это ощущение. Посмотрите, какие горы. Горы прям ровненько-ровненько так подрезаны, как будто ножичком. И я сейчас стою в центре этого круга. Обратите внимание, какие здесь низкорослые деревья. Деревьев здесь практически нет. Правда, такое ощущение, что сюда что-то упало, и здесь образовалась дырка. Знаете, такая дырка, как в зубе. Субтитры создавал DimaTorzok Люди оставили свои велики и пошли взбираться на гору, чтобы увидеть дикий водопад. Я сейчас последую их примеру. Перейду вот этот мостик и пойду туда-туда-туда. Вот я и добралась до своей конечной точки. Точки прогулки до Дикого водопада. Почему он дикий? Потому что здесь, в принципе, как вы видите, ничего не облагорожено. Единственное, что здесь есть скамейка и вот такая вот перегородка, на которую я сейчас облокотилась. Почему он еще дикий? Потому что он очень своенравный и характерный. Дело в том, что иногда он здесь есть, а иногда его здесь просто-напросто нет. Так что можно считать мою вылазку на природу сегодняшнюю почти что удачной. Хотя водопад, конечно, на троечку. Сейчас я вам его покажу поближе. Но, тем не менее, хотя бы он здесь есть, я сейчас лягу вот на эту скамеечку, расслаблюсь, позагораю, посижу, посмотрю, кто еще придет на этот водопад, пообщаюсь и потом пойду, наверное, в ресторан. Здесь есть такой ресторан. В лесу, прям в лесу закажу себе какой-нибудь местный специалитет, что-нибудь из местной кухни, покушаю и потом пойду домой. Короче, весь день у меня займет эта прогулка. Ну, я очень рада, что я сюда пришла. Мне очень нравится это место, какое-то, знаете, место силы. Все, кто будет в Голлинге, не ходите только на наш самый популярный водопад. Да, конечно, он красивый, там очень здорово. И он всегда работает, то есть он всегда круглогодично существует. И этот водопад, тут как повезет, да? Русская рулетка. Что ж, благодарю вас за внимание, что прогулялись сегодня вместе со мной, что отметили вместе со мной Первомай, Первомай в Австрии. Увидимся с вами в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok